Праздник, братья и сестры, сегодняшний день наполнен насыщенными событиями, праздничными, историческими, духовными. И прежде всего это событие начала строгого поста Успенского. Уже готовимся к великому празднику Успенского Божьей Матери. Сегодня начало этих спасов, так называемых трех спасов, воспоминания изнесения, честно вам, древа, креста Господа. Но сегодня еще и день, который редко может быть вспоминается, а исторически он очень важен для нас. Это день, который многие считают крещением от Владимира. То есть, это первым днем крещения Киевской Руси. Начало крещения Руси. Сейчас как-то принес так, в день памяти князя Владимира, совершать эти праздники. Но очень многие историки говорят о том, что крещение свершилось именно в этом дне. В день, и тогда это было 1 августа. Вот для нас очень важно, и как-то даже говорили о том, что вот настало время второго крещения. Важно, собственно, личное крещение. Но и важно то духовное крещение, которое принимает сейчас возрождаемая Русь, Россия. От многих, уже даже не десятилетия, а столетия, богоборчества. Измены тому крещению, которое когда-то приходил Господь через Киазинодин. А измена очень странная, она началась очень давно. Вот мы ведь знаем о том, что человек должен быть верен, верен, честен даже в мелочах. Тем более христианин. Тем более он должен быть принципиальным вопросом вероучительным, догматическим. Если где-то он и может поступиться своим «я», своей честью, своим достоинством, то никак не вера, никак не преданием своих отцов, никак не священописанием. Вот сегодня вспоминается еще, как в качестве примера, можно проинвестировать. Преподобная София Суперская. Это царица, это великая княжна, которая прижила с Василием Третьим 20 лет и так и не смогла ему хранить наследника. Почему-то он очень сильно хотел иметь наследника, именно своего наследника. У него были братья. Он настолько хотел именно от себя, от своей семьи иметь великого князя и государя российского, что братьев своих усадились в темнице. Ну вот не дал ему Бог наследника. Так что сделал? Это Христе любил Государь. Он свою жену, благоверную, отправил в монастырь. Против ее воли. Конечно, эта женщина еще была воспитана в благочестивых традициях православия. И уж если пострижена была, то приняла этот крест как свой личный крест. И уж если стала она монахиней, то она стала по-настоящему монахиней. Ну а что произошло с ним, с тем государем, и с прочим? Это уже тяжелая и страшная история дальнейшей России. Тогда уже было страшно, как, что случилось. В малом отступил. Ведь тогда предупреждали и Максим Греев, и митрополит, и священники. Говорили, ни в коем случае нельзя отпускать. Ты будешь прелюбодействовать, если при живой жене будешь жить в любви. Нет, стоял на своем. Можно, значит, вот кому-то нельзя, кому-то можно. Вот если он великий, значит, он умолен. Сейчас, знаете, как очень интересно. Есть же у нас в Писании, в Священном Писании, в Священном Предании, в конце концов, даже в построении соборов, очень много важных для сегодняшнего времени, жизненных запретов. Вот нельзя быть раздавщиком. Нельзя быть в браке однополым. На Крите собрались многие иерархии, и те постановления, которые они вынесли, настолько мягко об этом не просто говорят, а не просто даже двухсмысленно. Они разрешают. Вот уже и эти, и эти даже незыбными, казалось бы, когда-то, очень важные для нас догматические, законоучительные моменты, жизненные моменты. Оказывается, можно поступиться нечем. Вот, говорит, время другое пришло. Ну, тогда было одно, сейчас другое. Тогда вот жили так, тогда были социальные условия, иные экономические условия. Надо что-то поменять. Поменять во внешнем можно что-то. Но в законе Божьем менять ничего нельзя. Нельзя менять ничего, что касается духовного состояния человека. Почему нельзя? Ну, потому что, во-первых, Бог не может изменить свой закон, который Он когда-то дал. Бог всегда один и тот же. И то, что Он давал на горный круг, или когда-то еще Моисея, это нельзя никак изменить. Даже если это хочется, очень хочется. Ну, очень хочется, сейчас скажем, управлять Церковью единовластно и неналично. Не важно, на уровне прихода, епископии, там, патриархии, не важно. Но нельзя, потому что, скажем, спасение во многих советов. Вот во многих советов. Они попытались там на собрании эфирском сказать, что это собор. Но какой собор, если нет единства? Если нет единства, значит, это собор. В конце концов, вот в соборности и есть истина. Она же не в послушании иерархии. Нет, конечно. Это, в общем-то, это понятно и из Евангелия, из принципов евангельских. Из принципов тех, когда состояли, состоялись эти семь соборов священных. Вот пытаемся что-то изменить не только так в глобальных каких-то условиях, но и даже в частной своей жизни. Пытаемся. Ну, понимаете, вот очень хочется, очень хочется согрешить. Где бы найти эту лазейку? Как бы ее так хорошенечко обойти? Ну, вот как попаститься так, чтобы было приятно для тех? А что можно, а что нельзя? А можно это съесть или это вынуть? А вот праздников будет много. А как можно еще? Даже этим коротким, но строгим постом будут праздники. Ну, давайте еще что-нибудь. А еще, знаете, у некоторых бывают такие торжества, как дни с вами. Или трагические события, все с похородами. Ну, хоть вина-то можно, но почему нельзя? А если вы, так почему немножко не молочка? Ну, торт там, может, пришли там какие-то важные гости. Я говорю, один раз ко мне вот приезжают внуки. Неужели я их не попал на мороженое? Попал, это может, только на пользу ей это будет. Если ты сейчас уже говоришь о том, что у тебя не просто так с тобой живет женщина, а это как бы твоя жена, но ты с ним не расписан. Каким-то, каким-то, что гражданским браком это называем. Вот поступиться в одном, в другом, в третьем, обозвать это как-то иначе, чем это есть на самом деле. А ведь, если есть Бог, значит, он живет. Если есть грех сладкоудения или гортонобесия, значит, так надо его и обознать, что это есть, и с ним надо бороться, и бороться тем более постом. И быть надо не просто честным, еще и верным. И верным даже в мелочах, стараться быть верным в мелочах. Тогда и Господь поставит надбольше. Это же Он сказал нам. Поэтому уж, если носим такое имя, как христианин, если действительно считаем себя людьми, церковными, необходимо нести это и с честью, честно. И с осознанием, для чего это необходимо, для чего это, в гост, например. Вот спросим у многих людей, у себя, для чего Он нам надо. Для чего и как мы будем готовиться к успеху, к успеху Христового Рождества. Так, чтобы это осознание принесло определенную пользу, плод. Не просто для галочки, не есть, не бить, что-либо. А чтобы это было для пользы Шри Христианин. Спасибо. Спасибо.